Многие считают, что проще выговориться незнакомому человеку, чем близкому. Я не привыкла жаловаться, и проблему решаю сама. Но чёрная полоса затянулась, и я впал в отчаяние. Неожиданно для самой себя я решил воспользоваться услугой телефон доверия. Можно позвонить анонимно и на расстоянии рассказать обо всём, что накипело совершенно незнакомому человеку. Линия была круглосуточной, и в одну из бессонных ночей я позвонила. Да уж, оперативная помощь. Подумала я после того, как набрала номер в третий раз, и мне не ответили. Я больше не пыталась звонить, и положила мобильник на тумбочку возле кровати. Уже давно заполночь, а я всё смотрю телевизор и сна не в одном глазу. Я вздрогнул от мобильного звонка. Так поздно мне никто не звонил. Но увидев номер, который высветился на дисплее, я удивилась. Это был телефон доверия. Если, как они утверждают, звонки анонимные, и мой номер не должен у них высвечиваться, то с каких дел они мне перезванивают? Взяв трубку, я услышала приятный мужской голос, который спросил, «Тебе ещё нужна помощь?» Я ответила, что мне просто необходимо выговориться кому-то. Мужчина ответил, что готов меня выслушать и дать совет. Я не знал, с чего начать, и поэтому в хаотичном порядке начал рассказывать о всех своих проблемах. Я говорила беспрерывно, и мужчина ни разу меня не перебил. После того, как я всё рассказала ему, он спросил, «И после того, что у тебя происходит, ты до сих пор хочешь жить?» Я не совсем поняла его вопроса, но подумала, что, может, он переживает о том, не хочу ли я покончить с собой. Я ответила, что подобные мысли меня никогда не посещают. Мужчина молчал, а потом сказал, «Было бы лучше для всех, если бы ты умерла». «Что вы несёте? Это что, новая методика поддержки?» Спросила я серьёзно. «Нет, это старый принцип чистки общества», ответил мужчина. Оператор нёс полный бред. «Ты подумай, насколько тяжело твоим близким, ведь им приходится постоянно видеть тебя усталую и грустную. Ты всех раздражаешь. Ты запуталась в своей жизни, и выход из твоей проблемы – это покончить с собой». Я поняла, что оператор неадекватный и хотела нажать на спрос вызова, но мой телефон начал глючить. Не срабатывала блокировка, не работал экран. Неожиданно автоматически включилась громкая связь, и я снова услышала голос оператора, который говорил о прелестях загробного мира и о том, что я никому не нужна. Из динамика телефона раздалась какая-то психоделическая музыка. Мужчина громко начал повторять одно и то же. «Убей себя! Убей себя! Убей себя! Убей себя!» От этой музыки его голоса у меня закружилась голова. Все мои движения стали какими-то заторможенными, а мысли путались. Я раскрыла телефон и вытащила батарею вместе с сим-картой. После этого в комнате наконец-то наступила тишина, и мне стало лучше. Телефон я решила не включать до утра, да и совсем недолго осталось ждать. Я зашла в интернет на сайт телефон доверия, нашла номер техподдержки и записала на листок. Ближе к утру я уснула и проснулась почти в обед. Посмотрев на время, я собрала свой телефон и включила его. Набрав номер техподдержки и сообщив девушке-оператору, что ночью со мной произошло, она мне ответила. Номер, по которому вы вчера звонили, был заблокирован два часа назад, по причине многочисленных жалоб от людей, которые также вчерашнюю ночь разговаривали с мужчиной, который советовал им покончить с собой. Служба поддержки приносит вам свои извинения. Мы не знаем, какой мужчина отвечал на звонки и перезванивал. В телефоне доверия работают только женщины. Девушка-оператор еще раз извинилась и попрощалась со мной. Я не могла поверить в это. Неужели такое действительно может быть? Решив отвлечься, я включила телевизор и попала на выпуск новостей. Ведущий говорил, что прошлой ночью в городе произошло массовое самоубийство подростков и молодых людей. Точное количество самоубийц еще не установлено, но уже известен один факт, который объединяет всех жертв. Перед смертью каждый из них звонил на телефон доверия. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова